Из Баку вчера вечером прибыла группа армянских солдат в количестве пяти человек, ранее бывших в плену. С ними также прибыли бывший и действующий, командующий российским миротворческим контингентом генерал Рустам Мурадов и Геннадий Анашкин. В аэропорту их встретили также бывший командующий российским миротворческим контингентом в Арцахе Михаил Кособоков, посол России в Армении Сергей Копыркин и командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян. В Арцахе продолжают составлять туристические маршруты и принимать гостей. Об этом рассказал руководитель агентства по развитию туризма Арцаха Сергей Шахвердян. Власти республики развивают туристические направления, которые ранее не относились к главным. Монастырь Амарас полностью открыт для посещений. А в целом Арцах могут посещать и посещают туристы не только из Армении и России, но и из других стран. Что касается въезда в Арцах, то для граждан Армении и России он полностью свободен. Достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности. Но и для граждан других государств въезд не закрыт. Они по-прежнему могут получить визу через пост предства Республики Арцах в Ереване. Президент Республики Арцах Араек Арутюнян посетил общину Таговард Мартунинского района и на месте ознакомился с программами, осуществленными в текущем году на государственные и благотворительные средства. Отмечается, что в ходе визита президента Республики сопровождали секретарь Совета Безопасности Виталий Баласанян и руководитель администрации Мартунинского района Эдик Аванесян. Комитет Сената США рекомендовал предоставить Арцаху помощь в размере 2 миллионов долларов в 2022 году. Предприятия Армении, которые захотят открыть или расширить свое производство, смогут завозить для этого оборудование и сырье из-за границы без НДС. Его выплата будет не откладываться, как раньше, а полностью отменяться. Видеосервис ОКК начинает работу в Армении. В рамках запуска прошел показ оригинального сериала Манюня по роману на Рене Абгарян. Ереванский конячный завод завершил начатый летом 2021 года проект по оснащению питьевых фонтанчиков Еревана системами сбережения воды. Исследования показали, что каждый оснащенный новой системой питьевой фонтанчик может в 10 раз сократить расход воды, и в случае с 250 фонтанчиками ежемесячная экономия составит 23 миллионов литров воды. На основании результатов исследования завод принял решение оснастить сотни ереванских фонтанчиков системами сбережения воды, которые приводятся в действие однократным нажатием соответствующей кнопки. Бесплатное приложение RadioHike, WebStore и Google Play и оставайся на армянской волне. Государство оплатит обучение студентов из семей раненых и погибших военнослужащих. Проектом закона предусмотрено, что полную компенсацию платы за обучение получат также лица, получившие определенный статус во время учебы, а именно инвалиды первой или второй группы, получившие инвалидность при исполнении служебных обязанностей, бывшие военнослужащие, имеющие право на военную пенсию, а также дети погибших военнослужащих в возрасте до 27 лет. Армянский артиллерист Альберт Аванесян удостоен звания Герой Арцаха посмертно. Вчера в День артиллериста в представительстве Арцаха в Ереване отцу Альберта Артаку Аванесяну вручен орден его героически погибшего сына Золотой Орел. Присвоенная Альберту награда символизирует оценку всех наших артиллеристов, которые в ходе Арцахской войны проявили беззаветную преданность и волю. Отметим, что фотография Альберта Аванесяна была опубликована в первые дни войны и стала символом мужества армянских 19-летних солдат. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучшие по профессии в индустрии туризма», где преподаватель Пермского государственного университета Азат Сафариан стал лучшим гидом-переводчиком в России. В Арсахе, городе Мартуни, после активного асфальтирования центральных улиц, сейчас идут работы по укладыванию плиток. В настоящее время работы ведутся по улице Кумитаса Аванесяна, которая является продолжением центральной улицы Гарегина-Нждэ. С проводимыми работами ознакомились на месте. В разговоре с нами один из строителей сказал, «Стараемся сделать все возможное, закончить работы по этой улице как можно скорее, чтобы люди, живущие на этой улице, не столкнулись с какими-либо препятствиями после ожидаемых дождей в ближайшем будущем». Работы по укладке брусчатки выполняет ЗАО «Варандашин». Заказчик – это администрация Мартунинского района. Сергей Сафариан, Хайк Медиа, Республика Арцах. Азербайджан, подавая требования к Армении в Гаагский суд, пытается создать впечатление, что является жертвой, хотя просто копирует действия армянской стороны. Ведь когда Армения подняла вопрос о том, что Азербайджан распространяет ненависть, Азербайджан сделал то же самое. На заявление армянской стороны об уничтожении нашего культурного наследия Азербайджан тоже ответил зеркально. Азербайджан распространяет ложную информацию о том, кто и с какой целью заложил мины на границах Арцаха. Сотни тысяч мин были заложены Азербайджаном в 90-е годы. Все пострадали от мин. И только теперь, когда армяне были перемещены из этих районов, Азербайджан внезапно осознал важность разминирования. 16 октября состоялось освящение храма Сурбгрикор Лусаворич, святого Григория Просветителя города Новороссийска. В торжественной церемонии приняли участие многие представители духовенства Армянской Апостольской Церкви, как Юга России, так и почетные гости из Армении, а также представители Русско-Православной Церкви. После освящения храма и проведения торжественной литургии праздник перешел на территорию подворья, где был организован концерт с участием многих артистов и танцевальных ансамблей. В Лондоне, в Церкви Святого Катберта, в Кенсингтоне, состоялись юбилейный концерт и выставка, посвященный 150-летию Александра Спиндиаряна и 100-летию Арно Бабаджаняна. В мероприятии приняли участие посол Республики Армения, Воружан Нарсисян, члены Совета Армянской общины, председатели ряда армянских организаций Великобритании, музыканты Королевской музыкальной академии и Королевского музыкального колледжа. В концерте приняли участие много известных музыкантов – пианисты Юлия Чаплина, Ставрос Дритсас, Марий Полозян, хор Клинген и камерный оркестр. Также в столице Болгарии, городе София, состоялся большой концерт по случаю столетия великого армянского композитора Арно Бабаджаняна. Гроссмейстер Самуэль Севиан занял третье место на завершившемся в Сент-Луисе чемпионате США по шахматам. Титул чемпиона был разыгран в круговом турнире. В итоге армянский шахматист стал третьим, заработав 6,5 очков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok